Крыша, как решето, а половина дома зола. Последствия пожара в селе Жилино выглядят удручающе. Выскочили, а тут на веранде все горит. Это во сколько произошло? Я не знаю, где-то пол седьмого утра. Где-то пол седьмого, да. По мнению дознавателя МЧС России, очаг находился на веранде. Там стояла коробка с цыплятами, которых обогревала электролампа. Пкинцы, к сожалению, погибли. Но главная семья с пятью дочками, старше 13 лет, а младше всего год, осталась невредима. Получается, когда поднялся, что вылез через окно, супруга подавала детей. Я их уносил в машину и возвращался. Супруги рассказывают, что их пробудил резкий пронзительный звук. Его издавали два дымовых извещателя. Их установили в доме всего полгода назад. По программе установили два пожарных извещателя, которые сегодня спасли им жизнь. Программу оснащения датчиками дыма многодетных и малообеспеченных семей в крае реализуют с 2018 года. За это время пожарными извещателями, по данным МЧС, обеспечили порядка 18 тысяч семей. И жизни как минимум 60 человек, в том числе 45 детей, полезные устройства помогли сохранить. Что касается погорельцев из села Жилино, они решили, что после восстановления дома маленьких спасателей установят во всех комнатах. Елена Макаренко, День с толком.